Я действительно научился возрождать людей по голосу или даровать им бессмертие еще при жизни. Вкратце, суть моего открытия такова. Я посылаю голоса с помощью ретрансляционной сети в космическое пространство, и они навсегда остаются в нем. Но я человек радио, и для меня радио начинается с голоса. Более того, я верю, что радио – это вид искусства, и что у него есть своя магия, и эта магия прежде всего связана с человеческим голосом, самым волшебным акустическим явлением в природе. И когда ты на западном радио приходишь и говоришь, вот я хочу сделать передачу о ветрах, я помню, вектор тогдашний наш, радио «Свобода», американец, выросший в Ленинграде, он сказал, я вообще, честно говоря, не понимаю тему, но раз ты хочешь, ну попробуй. Я попробовал, я принес ему, и он был потрясен. Это открытое радио. Но для начала надо любить, хотеть и знать, чего ты хочешь. Украинские журналисты получают очень мало денег. Они очень ограничены. Человек, который все время думает про деньги и как заработать, вы знаете, ему может быть не до стихов. Я имею в виду недоискусство. Моя надежда сейчас зиждется на том, что Украина бедная страна, в которой живут люди, у которых психология небедных людей. И это видно по их лицам. Что касается украинской журналистики, она не смогла повлиять даже на дело Гангадзе. Это наш коллега, убитый коллега. Мы так и не смогли доискаться истины. Почему? Потому что в стране существует глубокая дисфункция. Как бы парламент, как бы демократия, как бы журналистика. Но как нет реальных демократических институтов в Украине, так нет и реальной демократической журналистики.